Регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости являются неотъемлемыми процедурами при совершении сделок с землей. От качественной работы по этим направлениям зависит эффективное распоряжение земельными ресурсами. О доступности этих услуг и не только говорили на заседании коллегии управления Росреестра по Чувашии. Современные технологии не стоят на месте. Если раньше для получения какой-либо услуги приходилось тратить много времени и сил, то сейчас подать соответствующие заявления можно буквально в пару кликов. Росреестра активно развивает электронные услуги. С начала лета у граждан появилась возможность через интернет оформить сделку по государственной регистрации прав. В настоящее время на портале Росреестра доступны все востребованные услуги службы. Государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из реестра и кадастры недвижимости. Популярность этих сервисов растет постоянно. Сокращается время оказания услуг по регистрации прав. Требуется всего около пяти дней. В среднем по стране этот срок достигает девяти дней. Соответствующие документы можно также подать в МФЦ. Там же узнать всю необходимую информацию. Обучили 500 сотрудников МФЦ. Сократили наши окна приема документов в 18 районах и в Новочебоксарске. И кроме того, стимулом к развитию МФЦ послужили изменения в бюджетный кодекс, согласно которым 50% госполочной остается введением республиканского бюджета. На сегодняшний день 52% всех документов, которые обрабатываются в нашем управлении, принимались на площадках МФЦ. Активно ведется перевод на электронные носители правоустанавливающих актов. Это позволит учитывать и регистрировать объекты недвижимости независимо от их местонахождения, что значительно сократит время предоставления услуги. Росреестр активно наполняет геопортал Чувашской республики. Он содержит обновленные сведения о любых земельных участках. Особая роль отводится земельному надзору. Земельный надзор обеспечивает не только выявление и пресечение земельных нарушений. Меры, принимаемые государственными инспекторами, подталкивают граждан и юридических лиц к оформлению прав на земельные участки, что в конечном итоге повышает налогооблагаемую базу. Говорили и о проблемах. До сих пор сведения о границах 169 населенных пунктов отсутствуют. В государственный кадастр недвижимости практически не вносится информация о территориальных зонах муниципальных образований. По мнению временно исполняющего обязанности главы Чуваши и Михаила Игнатьева, решить эти вопросы в интересах глав районов. Ведь правильная работа с землей дает дополнительные поступления в местные бюджеты. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.